Что, Паша? Ты не знаешь, как начинать новое видео? Честно, не знаю. А то мы все обыгрываем, да обыгрываем, да обыгрываем, да обыгрываем. А ты зовешь меня пожрать. Тут все просто. Тебе в комментариях пишут, что ты жирный? Да. Мне в комментариях пишут, что я жирный. Но что бы нам не пожрать на камеру в таком случае? Что мы все ныкаемся по углам, как будто украли? Мы ее украли, мы пошли вот в Ашанг вчера и купили все сырки глазированные, которые там были. Я не знаю что. Я купил все сырки глазированные, которые там были и подумал, что надо подзвать их сожрать. А поскольку сейчас в интернете очень популярен вот этот жанр. Жрем все подряд? Не, не жрем все подряд. Это на самом деле довольно полезное видео, когда люди покупают много каких-нибудь банок, грубо говоря, с кабачковым говном. Ой, икрой. И едят и говорят, что вкусно, а что невкусно. Я человек с распростертыми рецепторами и языковыми сосочками. И думаю, вполне себе смогу. Они нет. А он нет, да. Поэтому мы сможем, я вам буду говорить, что вкусно, а от Паши мы будем удивляться, что он жрет всякую дрянь, ему нравится. Ну давай открывать, что у нас здесь? Ой, у нас тут прекрасно все. Знаешь, как я открываю пакеты? Меня мать всю жизнь ругала. А, да-да-да, что ты отрываешь... Почти не плачтавил! Давай прям вот... Ладно, давай. Я вижу сразу что-то странное. Вот такого я никогда не встречал. Боже, вот это... Сырок Белочка! Сырок здесь найдет называется. Паша и здесь Белочку поймал. Да. От компании Савушкин. Ну, кстати, продукция от компании Савушкин вроде не такая плохая. Не знаю, смотри, что самое главное в сыроке? Чтобы он не был потным внутри. Чтобы он не был потным, да. Вот здесь есть небольшая морость, так сказать, ножовки. Ну это ладно. На самом деле, реально это огромный... Не знаю, смотри. С другой стороны, кстати, тоже морость, ну ладно. Он выглядит еще не так плохо, как мог. Я так... Понимаешь, если мы будем уже сжирать по половине вот этого всего? Прикинь, вот, да? Ааа... Как бы можно, да? Но... Я не знаю, что случится. Зубы и волосы начнут расти слишком быстро от этого. Возможно, в три ряда. Ну, посмотрим, посмотрим. Давай по этому по кусочку вот так вот. Раз. Хорошо. Это будет мое. Да. С... Не... Пахнет как сырок. Я вообще не понимаю. Быть того не может. Вау. Сюрприз, действительно. Давай попробуем. Белочка. Ладно. Ммм, сладенький. Надо, типа, с орешками. Я не знаю, в каком месте у меня там орешки, блин. Нет, что-то там попадается под конец. Короче, орехов мало. Подпотноватый сырок. По вкусу один в один раз агроэкспорт. Вот этот из детства. Ну, он чуть более сладкий. У него... Ну, то есть, чувствуется, что помимо сахара еще какой-то подсластитель. О! Правда, смотри, кусочек орешка попался. Я не знаю, в общем. Белка... Давай по десятибалльной шкале, что ли, оценили. Фу, блин. Салфеток взять. Слушай, пока сложно. Поэтому по десятибалльной шкале я оценю это... Ну, пусть будет пять. То есть, это среднее. Ну да, пока непонятно. Не самое плохое, но я точно знаю, что есть вкуснее. Так. Смотри, ну мы можем сразу, конечно, к тому, что вызывает огромные вопросы, но я думаю, оставим на сладкое. Я боюсь, что ты к этому не готов. Вот. Давай. Чудо мое любимое с каких-то пор стало. Раньше это был просто Вимельдановский чудо-сырок, там, чудо-творожок. А это какое чудо-чудо-чудо? Теперь мое любимое чудо из натурального творога. Вкус шоколадный. Так, ну-ка что, опять чуть-чуть потный, да? Ну, есть немножко. Ну, слушай, это... Это, я считаю, неплохой вариант. Ну, давай теперь я шоколадную жопку съем, да? Ну, да, давай. В этот раз меняемся. Асамер контент. Ну, в целом, да. Он такой... Он плотный. Еще прям даже, да, я знаю. Вкусный. Он плотный. Ну, то есть, я не знаю, в нем плотный творог, это прикольно. Я больше всего не люблю, знаешь что, в шоколадных вот этих кисломолочных продуктах, когда получается кислый шоколад. Да. Типа как вот эти... Типа это нормально, многим это нравится, чизкейки шоколадные всегда кислят и так далее. Вот это не кисли. Да. Поэтому он прикольный. Согласен. Давай доедим. Ой, прям вот да. Ну, и какая оценка будет? Слушай, что-то молодцы. Прям... Пока девяточку прям можно, мне кажется. Я, пожалуй, тоже пока. После белки? Да. А, давай мы сразу пойдем... Подожди. О, я так даже не встречал. Во, да. Светлогорье с клубникой. Я не знаю, где он нашел. Давай пониже, сейчас мы его... А что его искать-то? Заходишь, Ваша. И вот тебе... Мне никогда не попадался. Вообще, мне кажется, давай сразу не будем тянуть. У нас здесь их несколько. Я уже вижу несколько, я вижу. Это у нас обычный. А, нет. Это со сгущенкой. Этот с апельсином. Накупил говна, называется. И пирожная картошка еще, вот тоже от Светлогорье. Ну, вроде все, да. Я смотрю, по Светлогорье ты прям угорел вообще по полной. Ну, слушай, видимо, они просто делают много разных. Много? И разных. Золотая и низкая. Господи боже. В общем, у нас вот такой набор из пяти. Я, если вы не понимаете, это делаю просто, чтобы вам потом подснять, показать. Потому что мы совершенно не планировали этот формат. Не знаю, как это работает. В общем... А! Вы от нас и не такое терпели. Помните, что у Юра говнее. Ну, ладно. Итак, давай начнем с самого странного. Мне кажется, что вот это будут самые вкусные, и потом все остальные какие-то говно будут. Ну, короче, апельсиновый. Вот апельсиновый клубничный. Мне пока интереснее все, потому что я... Заметь, какая у него бумажка. Это не вот эта пленка, да, в которой потеет все. Здесь она разворачивается. Ну, это фольгированная бумага, да. Фольгированная бумага. Здесь вот на прищепочке. О, какая! Внутри... Да, внутри... Глазуль апельсиновая. Глазуль апельсиновая. Понятно. То есть, красота просто. Кстати, я даже не знаю, фольгированная она или нет. По-моему, она ни хрена не фольгает. Ну, и в целом. В целом. Это, конечно, плюс то, что вот за счет того, что они в бумажку завернуты, они не в вакууме... Не потеют. Они не потеют, да. Не потеют. Это самое главное для этого. Это огромное достоинство именно светлогорья. На, кушай. Странно. Апельсиновая светлогорья. Больно-пигенно. Сразу понятно, прям. Это очень странно. Это приблизительно вкусно. Ну, то есть, сырок типичный светлогорья, много творога и мало сахара. Кстати, ну, в плане того, что... Это прикольно, потому что он не получается очень сладким. Особенно с сокой. И вот эта глазурь, как на мороженках от чистой линии. Вот они так окунают. Да, это правда. Это очень похоже именно на такую глазурь. Почему? Лучше чудо. Ну, он... Он очень странный. То есть, я не могу ставить его в один ряд с другими. Ну, конечно, надо было по большому счету купить все ванильные, да, для чистоты экспериментов. Поэтому в данном случае, ну, он будет, ну, как бы, еще раз говорю, он такой. Вне конкурентов. Не на каждый день, я бы поставил ему не 9, а вот 8. Вот, давай, перейдем сразу к другому фруктовому, где-то клубничный. Надо, давай. Он сделан абсолютно так же. Но клубничный, опять же, клубничный, это максимально беспроигрышный вариант. Это вот с любым, ну, посластителем. То же самое, только клубничный, лишь вкусно. Ммм. И, действительно, клубничный, более беспроигрышный, потом вкуснее. Да? Да. А мне больше нравится апельсиновый. Ну, ты же, кому как. Туда же стоит попробовать и пирожное картошка. Ну, картошка это всегда, это сырки, которые, да, просто шоколадные, пришоколадные настолько, что у них даже дорого не чувствую. Ох, да. Я это, честно говоря, люблю. Вот. Это, опять же, это кому как. Потому что я, уж насколько я люблю сладкое, ну, от картошки мне всегда нехорошо. Ну, в том плане, что он слишком сладкий даже для меня. То есть, недостаточно пила, у тебя от картошки нехорошо. Нет, нет, от картошки норм, а от пирожного картошка. Кстати, ну, вот опять, вот он, он выглядит как шоколадный, этот, сырок в шоколаде. И на вкус, но это не классическая картошка. Там как будто есть какая-то отдушка такая, как будто даже коньячная. Да. Ну, как и должно быть, картошки, собственно. Ну, опять же, это не классическая картошка. Это не классический сырок уж точно. Это не классический сырок. Это не классический сырок. Это такой десерт а-ля сырок и а-ля картошка. Спасибо, капитан Очевидность. Ладно, давай посмотрим, что из себя представляет ириска. Ириска. Я сегодня открываю для себя. Вот сырок золотая ириска. Да, от светлогория причем. Он стопудовый, это же сгущенка вареная, да? Ну, вот, вот свареная сгущенка. А, вот. То есть это открытый. У нас еще лежит, да, как раз обычный свареный сгущенка. Так вот это мой бомбов. Поддерживаю. Вот это, вот это прям неожиданно вкусно. На пипец, вообще золотая ириска. И не очень сладко. Это также жирно и густо, как картошка. Но это гораздо вкуснее. Но гораздо вкуснее. Гораздо вкуснее. И неожиданно вкуснее. Это действительно, ну, как конфета-коровка. И оконный замаз. Ладно, пока вот это вот, пока у нас четко вареная. Блин, чувак, да это круто. Вот. Все. Это прям вот сюда, вперед. Это вот, да, это прям просто самый первый. Ну, я не думаю, что вот это вот. Ну, и да, самый обычный, со сгущеночкой. Это уже вряд ли удивит, да, со сгущеночкой. Угу. Может кто-нибудь бы сделал не с вареной сгущеночкой, а с нормальной. Блин, ну, ты как раз вкуснее было бы. Ну, слушай, опять же, учитывая, что они хранятся в холодильнике, мне кажется, она будет терять тягучесть. Я неправильно делаю. Я, как обычно, бумажку пытаюсь. Ну, вот смотри. Сколько здесь, да? Это опять вот это вот какуля. Курабье, да, фактически. Ну, да, да, да. То есть, как бы, сгущенки, конечно, они... Ну, я даже подсниму, сколько они разлились. Немножечко. Где-то, пожалели сгущенки. Ну, то есть, вот... Могло быть лучше. Я не знаю, пожалели, не пожалели. Возможно, это так и должно быть. Ну, как это, технологический процесс, как там это называется. Ну, я не думаю, что это как-то удивительно, да? Ну, это обычный сырок. Просто хороший сырок со сгущенкой. Да. Ну, если вы любите сырок со сгущенкой, покупайте этот сырок со сгущенкой. Да. Творожный сырок со сгущенным вареным молоком. Господи, слишком много прилагательных. Сейчас мы подснимем этот сырок и Паша откроет. Я помню, пробовал вкуснотеевый йогурт, и они вроде были нормальные. Ну, наскрывай. Но, опять же, у них была проблема, как почти у всего молочного. Либо я старею, либо действительно все больше и больше сахара везде появляется, потому что йогурты были классные, но дико сладко. А что у тебя так на сахар переклинило? Я не знаю. Я наоборот люблю все сладенькое. Ну, я не знаю, честно говоря. Ау, погоди. Не, если видишь, как... А, ну смотри, зато у него есть... Его надо было открывать, оказывается, не так, как открывал я. Но, при этом, вся глазурь, вся глазурь этого сырка, она осталась на упаковке. И здесь глазурь, она еще настолько... Чувак, это не сырок, это буханка черного менять будет. Да, она еще такая зернистая, очень странная. Мерится. Кстати, консистенция прикольная. Ммм, маслица. Прям, кстати, да. Топленая. Нет. Ну, определенно, нет. Какая-то масса непонятная просто. Это... Блин, на что-то похоже. Ну, я не могу сказать... Это похоже на нашего сегодняшнего фаворита, но очень хренового. Ну, это как вот, если бы наши сегодняшнего фаворита делали бы плохо. Простите. Простите. Ну, все. Простите. С Иваном там и тусует. Простите, вкуснотеево. Вы старались, у вас... Не получилось. Неподалеку от Белочки, вон, место. Просто, да. Белочка лучше, по сравнению со всем с этим. Белочка лучше. Так, давай дальше, смотри. Вкуснотеево. О! Премиум с ванилью. Премиум с ванилью. Премиум с ванилью. Погоди уж. Здесь кто-то отгрыз уже немножечко этого... Немножко глазури. Нервный человек только достает отражающими руками. Я еще что хочу сказать. Ты смотри. Для сравнения. Я беру половинку нашего фаворита. Ну, да. То есть, мало того, что сырки в вкуснотеево не очень вкусные, они еще и очень маленькие. Они меньше любого съеденного нами до этого сырка. В данном случае это может и неплохо. Но, опять же, здесь консистенция абсолютно такая же. Я боюсь, что она отправится следом. Да, нормально. Нет, для обычного сырка ванильного... Здесь шоколад, который очень странный. Который обычно покрывают этот... Птичье молоко. Вот это и не шоколад как раз. Да. Что там, что-то интересное на этот раз? Ого! Это, видимо, какой-то сюрприз от Тимати. Рост Аграэкспорт. Микс Блэк или Блэк Ми. Это интересно. Это интересно. Потому что это какая-то неведомая херня. И... Лучше бы мы с тобой про видеоигры говорили. Честно, я вам сейчас подумаю. Он в шоколаде! И что? Он в шок... О боже мой! Нет, он дымно-арбузный и он в шоколаде приедет. Ну а что я арбузный для еды не... Ой! Слушай, там внутри-то цвет какой гламурный. Да? Ага. Очень странно. Я ее там... Там ее в попе дырочка, прости господи. А! 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 Он с этим... Как это? С сиропчиком. Вся дымно-арбузность там заключается, прости господи. Вот в этом... Кровопотеке. Посреди его... Сдайте у каждого сырка. Знаете анатомию сырка? Вот у него здесь артерия одна идет посередине. Такая. Кровавая, блин. Фу. Ну что, как там у Тимати делаю? О! Фига брызнул! Фига брызнул! Ну, Тимати, в смысле, в меня. Ну нет. Блин, погоди. Ну нет, погоди. Преклонишь. Там очень много внутри варенья. Ммм. Которая очень химичная. Нет. Вся проблема в том, что варенья немного, но оно забивает за собой все абсолютно. Ты не чувствуешь ничего. Кроме вот это вот... Скажем так. Я арбуза не чувствую. Это реально вот это вот обычная химозная дыня. Нет, это вот хим... Это как будто чупа-чупс. Вот где мы поболтали, короче. Вот это вкус чупа-чупса. Это та же самая отдушка абсолютно. Да. Блин. Что-то я прям расстраиваюсь. Что они, что это все жрать-то? Глазом. Очень странная штука. Как это называется? Буренкино. Сырок творожный со сгущенным вареным молоком. Двойной оберткой. Да. То есть они зачем-то взяли нормальную обертку и запихнули ее в вакуумную. Ну... Честно, я первый раз вижу, кстати, Буренкино. И, кажется, базальнее. Ну, как бы... Потеет он как... Как самые худшие представители, я так понимаю. Как худшие из нас. Да. Да. Как я примерно, вот. В знойный... В знойный летний день в метро, да. Хуже всего... Нет. В знойный летний хрен с ним. Самое хреновое, это зимой метро потеть. Нет, нет. Самое хреновое, это потеть в летней электричке. Едущей там. О, да. Мы тут собрались пожрать в диалоге о поте. Не могли оставить себя. Да. В другом месте. Ладно. Он должен быть со сгущенкой. И тут вот... Вот это очень, очень странное такое... Немного... Карамельного цвета пятнышка. Вот представьте, что вы купили белый ковер. И вашему коту приспичило вытереть себе об его задницу. Ну, такое себе, конечно. И вот едет кот по этому ковру, значит. И вот оно, буренкино карамельное получается из вашего ковра. Надеюсь, на вкус лучше, чем выглядит. Чем странный ковер. Блин. Блин. Блин, вот это реально... Вот она, сыроковая масса. Да. Только без изюма. Вот. У нас есть коллекция лучшего всего, чего мы потеряли. И к чему мы пытаемся вернуться. Но мы никогда не вернемся в 2007, а уж туда-то и подавно. Сырки. Советские. Традиции. Ты чего так дупаешься, что? Традиции. Четыре штуки. Советские традиции, да. Сырок глазированный с ванилью. Сырок глазированный со сгущенным молоком. Карамель. Смаз какао. То есть тут везде дети-дети-дети с кружкой пива, да? А здесь ребенок вот это... А здесь дети, которых нельзя вовлекать в политику. Можно вовлекать в войну. 23 февраля. Это гном-гномыч, по-моему. Его можно везде вовлекать. У нас такое количество сыков было только от Светлогорье. Светлогорье, я напомню, это белорусский продукт. Этот у нас продукт, я боюсь представить чей? Советский, видимо. Ростагроэкспорт. Ха. Московская область. Куркинский район. Скрыть сходили. То есть, короче, это у нас классический Ростагроэкспорт, только статусом чуть выше того, который мы уже попробовали, и чуть ниже, чем боевой александр. Это сырок с ванилью. Короче, эти ребята явно косят под Светлогорье, или Светлогорье под них, потому что... Ну, опять же, учитывая, что они заворачивают бумажку, это уже хорошо. Кстати, внутри даже, смотри, рельеф какой-то на шоколадке есть. Сейчас окажется, что советские традиции – это в целом нож, да? Ну, чё-то нет. Ну, какой-то просто никакой. Вот правда, да. Блин, он просто ни туда, ни сюда. В нём нет ванильного вкуса, в нём абсолютно безвкусный шоколад, в нём чувствуется только... Сахар. Сырковая масса и сахар, да. Что, ты пытаешься сравнить с детей? Не, я пытаюсь понять, смотри. Сырок творожный, глазированный с ванилью. Синий и жёлтый. Массовые доли жира 26%. Они одинаковые. А, нет, карамель написал. Всё, я прочитал. Я пытался понять просто, почему они разные. Ну, в основном, да, вот тоже похож на оконную замазку. Только сверху. Но карамель здесь выглядит... Вот не как карамель. Ну, как вот... Это как сгущенка. Ну, на самом деле, самую сладость просто с удобренной вкусом коровки. Да. Причём вкус коровки тоже очень слабо выражен, надо сказать. Ну да, нормально. Советские традиции с какао. Давай, вот шоколадный нам понравился у Светлогорья. И очень будем надеяться, что здесь не хуже. Я себя чувствую Дамблдором, в которого вливают ядом. Не надо, Гарри. Не надо, Гарри, пожалуйста. Я больше не могу. Кстати, опять же хочу сказать, что они выглядят... Выглядят нормально, они не потные. Они выглядят нормально, но они выглядят немного тоньше, чем... Да и хрен слабо. Кому тут нравится ребрица из этого. Смотри. Смотри, то же самое. Я это вижу. Ну, типа, ну норм. Короче, если вы не эстет, покупайте советские традиции. Всё равно, пока самое интересное из них это дерьмо с арбузом, на самом деле. Да. Но это не то, чтобы ты захотел повторять потом, в ближайшее время. Ну, оно хотя бы интересное. Ладно. Что у нас здесь? Сырок... Сырок защитника отечества со сгущенным молоком. Ну... Ой, жиденький-то как... Ой... Как... Как отечество прям. Ну, там вот как куле внутри. Ну, то есть, как бы, да. Скажем честно, сгущенки зажимают все, но здесь сгущенка самая жиденькая, на самом деле. Не, пошёл. Нормально. А, какой-то хороший. Прямо реально хороший. Я показал. Нет, ну я... Я имею в виду, она... Она самая вот не деревянная. Нормальная, кстати? Да. Хороший с сырок? Угу. Да. Хорошо. Оу! Блин. Пчёлка со вкусом ванили. Ой, какая она ублюдская. Погоди. Десерт. То есть, здесь даже написано, что это сырок. Это десерт со вкусом ванили. Страйк. Это десерт Страйк. Просто, ну-ка. Давай ещё раз переверни-ка. Калужская область. Город Огнинс. И вот здесь пчёлка нарисована, значит. Такая мая прям. Ужасно. Ужасно. Ну, он уже выглядит так, как будто у него кто-то наступил. Вот честно. А ещё его здесь... Я вот прям чувствую, как его здесь мало в упаковке. То есть, хватит упаковки и не внать. И мало пчёлки. Но, может быть, это даже хорошо, что его здесь мало. А, ну вот... Вот это... Вот обычно ты таким встречаешь в магазине... Да ладно! Вот такой... Обычно ты таким в магазине встречаешь Росаграэкспорт. Вот как будто на него уже кто-то наступил до этого. Это самый потный сорок за сегодня. Это правда. Это самый... Самый потный. Самый тонкий. Самый мятый. Да, и самый мятый. Ну, мятый, ладно. Я думаю, его не делают мятыми. Но, наверное, где-то он... Помялся. Ладно, давай. Поскорее с этим закончим и... И умрём от диабета, да? Наверное. Ой, слушай, я даже не хочу это пробовать, а внутри как-будто сало! Это... Это... Это смесь... Блин, давай... Это смесь сала с птичьим молоком. Просто невероятно. Медвежье сало просто. Просто. Блин, я не знаю, давай на Суэфа тогда хотя бы. Ну, не, ну... Не, ну... Не, ну... Не, ну... Давай мы вот так вот поделим. У тебя ребёнок. У меня в принципе тоже. За джинсами ехать ещё придётся. Смотрите, что на пуску. Это отвратительно. Всё! Я уверен, что хуже уже не будет! Каждый день после этого ты меня не удивишь. Всё! Хоть чтобы я после этого его попробовал, а это... Хоть подождал бы! Ты мне друг или не друг? Ты мне зачем? Говно во рту обломался. Друзья так не поступают! Ой! Это сгущенный сахарный сироп. Тут нет творога. Да! Творога там вообще не валялась? Пожалуйста! Нет! 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 И нет! Нет! Куски пенопласта во рту остались. Мне кажется, реально лучше пенопласта желать. 6,5 часа позже. Итак, агентство ироничных наказаний продолжает свою работу. Я почти уверен, что самое плохое мы уже попробовали, поэтому я не боюсь остального уже. Серьезно, нам после сырка пчёлки мы оба промыли рот соевым соусом. Да, это правда. Это не шутка, это правда. И он был такой вкусный. Давай! Вот это что-то более-менее интересное. Давай! Козельский молочный завод, основанный в 1977 году, предлагает нам Козельский сырок глазированный, молочный шоколад с кокосом и жирностью 5%. Хоть что-то у нас здесь сегодня. Кстати, в нём ещё и меньше всего сырка. Он всего сорока. То есть меньше, чем любой другой. Знаешь, вот всё-таки иногда по дизайну упаковки можно понять, полное говно внутри или нет. Вот. Но выглядит, выглядит шоколад во всяком случае ещё не так плохо, как мог бы. Хотя, лежит он на сырке очень нервном белом. Плотный шоколад, скажем так. Да, да. Стакан убери. Не знаю, там видно, не видно, вряд ли что там видно. Хрен с ним уже, да? Давай доедать как есть. Аа, ну давай. хотя с кокосом даже с кокосом надо сказать что он расходится лучше да на удивление мы загружаешь дерьмо вот вроде бы и кокос уже пошел но кстати кокосовое чудо вкуснее да это правда то есть здесь как бы кокосу жалко я не знаю жмыха кокосового вот друзья мои мы съели очень много плохих достаточное количество хороших для такого количества так и остался самый главный то можно сказать ради всего ради чего все это начиналось меня пугает то что производитель изготовитель ооо сырков из города троиц это конечно не не тоже место где он плохо себя делал при жизни то вот он становится вот этим но самое страшное как бы что мы уже на на пчелке обсудили что здесь написано что этот десерт глазированный с растительным жиром так это не произнес это вслух это сырок каждый день да каждый день каждый день это отшановский стэн да это собственная торговая марка и вот здесь написано что мы рады предложить вам по низкой цене продукт хорошего качества а теперь самое классное знаешь сколько он стоит 4 рубля 99 копеек вот и здесь здесь может быть вот и здесь вот такой красоту срок каждый день каждый день десерт глазированный с растительным жиром вареная сгущенка спасет ли его вареная сгущенка мы не знаем но этот момент продлится недолго знаешь мы вчера с полиной говорили что надо ашану переименовать свое свое стэм не в каждый день а упаси господь называть ну опять же опять же растительный жир я смотрю очень хорошо испаряется в упаковке смотри тут волосы блин погоди погоди тут реально волосы тут реально волосы мне кажется не волосы мне кажется это клей смотри подвинуть видите вода ни хрена это прям волос блин хотя вообще потный страшный я вот это вот то что надо снимать это вот в летопись а он такой же как челка так слушай пчелки пчелки я я брал чуть-чуть я боюсь такой большой шалка я снимать перестал короче больше этих при при попытке разделить пополам большая часть сырка осталось он размазался по доске давай вот просто вот не надо это и есть надо так взять пальцы вот так это просто несъедобно ну вот что то херня что это херня это невозможно есть но я хочу сказать что мне кажется тут хуже я не знаю возможно здесь ситуация в том что я взял шоколада и здесь шоколад он он плохой но он немножечко скачивает ситуацию такое ощущение что вот тот более мерзкий на вкус и тогда больше взял мне кажется в целом или так но вот этот вот как мне кажется он лучше чем пчелка джуста не понимаю что это сырки ну одного и того же уровня не уровне не сырки да во первых уровне не сорки во вторых типа ну вот с ценником до десяти рублей до десяти рублей он стоит до пяти рублей ты представляешь что-нибудь в наше время кроме не на мне кажется гвоздь дороже спичечный корабль чтобы вы поняли я разделил по ладу очень плохо очень плохо но но тут опять вопрос такой хуже ли он чем пчелка и я считаю что нет и ответят наши эксперты в следующем выпуске и так что у нас получается из того что брать не надо ни в коем случае это естественно сырки которые даже сырками не являются это каждый день и пчелка то там где написано десерт ванильный там вот что-то еще это вообще не надо это очень плохо это это невероятно плохо если вы да если вы хотите доставить себе некое эстетическое удовольствие пожрать говно то пожалуйста это надо делать просто на камеру вот это можно жрать это как черт стрёминг его едят только со включенной камерой иначе зачем вот это вот сырки пчелка и каждый день да потом у нас идут сырки буренкина и что это такое а и савушкин ванильный это для тех кто любит очень сладкое и невнятное нечто которая рожки на мозга дачи тухлый рассыпается под под ножом потом у нас идут сырки вкуснотеева которые ну ну упаковка может вызвать ощущение что этот сырок нормальный но лучше в данном случае на упаковку не покупаться самыми средними на самом деле вот опять из савушкина есть один нормальный срок среди средних сырков это сырок белочка который оказался тону от савушкина и он оказался вполне себе нормально он заявлен как с орехами орехов там очень мало но зато как сырок другу страны на хрен нужны орехи в сырки да среди самых средних сырков у нас получился росаграэкспорт во всех его проявлениях дешевый росаграэкспорт он нормально это как как android себе купить например нормально нормально работает советские традиции которые как мы выяснили сейчас от того же росаграэкспорта в целом получше больше вкусов они более разнообразные и некоторые вроде вот этого вот праздничного на 23 февраля со сгущенкой даже прям нормальный на уровне пирожного картошки от светлогорье которые у нас уже идут статусом выше это да это уже эй класс как то есть наши собственно топ-3 который у нас остается это вот пирожная картошка светлогорье и сырок советские традиции глазированный со сгущенным молоком на третьем месте это третье место да на втором месте у нас удивление на удивление у сырок оба чудо сыр это странно там и шоколадный и кокосовый получились хорошими шоколадный получился хорошим настолько что мы даже съели самые топовые по нашему мнению сырки это вся линейка сырков от светлогорье кроме картошки картошка очень сладкая на скоте специфические целом она любителю она просто любить она просто даже от сырка далековато по своей идее но вот опять же как по мне вот этот вот какой там какая-то там золотая ириска светлогорьевская это прям на удивление вообще очень неожиданно вкусно это классный крутой продукт это очень крутой да и вот наверное из всех светлогорьевских он самый интересный оказался фруктовые тоже прикольные но мне вот мне вот очень нравится фруктовые что клубничные что апельсиновые вот эти я бы реально каждый день мог не то что большой поклонник сырков но эти мне нравятся ну они да они оригинальные интересные ну и кстати в номинации прикол выпуска я вот это могу назвать конечно с арбузом и дыней который взрывается во рту прикольной таблицы Менделеева да но это тоже такая штука которую стоит попробовать разок а потом уже решить для себя она может зайти реально кому-то да вот она интересная она может зайти в целом мне кажется был интересный эксперимент это было больно в каких-то местах каких-то местах удивительно интересно ждем ваших отзывов и предложений в нашей книге отзывов и предложений да 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 кабачковая икра до свидания до свидания